Здравствуйте, друзья! Наконец-то у нас наша шельма загуляла и стоит, и стоит, бачите, но я ее уже часа 4-5 назад и покрыл хаштан. А час, думаю, повторно подпустить, чтобы он ее покрыл. Будем пробовать. Он ее покрыл, я их, короче, кто вышел первым, хаштан вышел первым, я хаштана и запустил в ту плетку. Все, получается, все мои свиновые покрытия до стрелки. Долго с тобой я ему долго все покажу. Почитаем. Продолжение следует... Значит, в летнем выголе постоянно я и этих юриных киевских сюда выпустил до этих. Он так и сделал, им там проход вырезал, ну, дверь стоит была, профлес вырезал, все нормально. Правда, единственное, что, как подпустил юриных, тут, конечно, война и мир была. Они же начали, кто будет руководить тут, так сказать, главный, кто и выиграла груша киевская. Бачите, вот, какие бокусы они разбирались. Ну, в юриных киев по 110-115 есть. Тих киев по 60-65, где-то так, этих трех. Отлично. Корм у них постоянно есть. Ну, я только что прозевал сегодня и пришлось насыпать, они трошки накинули. Вот этот тоже долго-долго за этим ушком, тоже долго бился. Вот такие у нас наши хрундилята. Отлично, они просто, они сюда ходят, поражняются, вон тот угол, где мне и надо было, где я зробил воду я им зробил. И они біля воды, поражняются. Вообще отлично. А так я воду тут, при колхозах, обычно. Пьют водичку, все в них хорошо. Скоро уже этих будем дюриных отсаживать отдельно, потом посажу их на обычный корм. Ну, не на откорм, а на обычный, чтобы и росло, но не дуже росло, потому что эти на откорме. Сейчас они пока вместе, переведу их, потом хоть трошки еще масла наберуть. И будем тоже их покрывать. Вот такие, друзья, дела. Так же купил в салон. Четыре тюка, буду резать во вторник поросенка. Соломка, чтобы было. По сорок гривен тюк я брал. Ездили с тюк и купили цыплят. Это им получается месяц, по-моему, сказали месяц и неделя. Цыпляток на курку несушку. По 35 гривен. 27 штук взяли, а потом все планируем взять этих галаши, как будут в мае. Приедем мае, а потом галаши, я их возьму. Потрас нормальных курей. А то вечно поберем эти запабрики голых, выжатых уже. А это будут свои молоденькие куры. Да. Я им сам делаю корм. Поднимемся. Чекай, чекай, чекай. Тип, 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 тип. Ну, дай бог, хай вас тут. Потихоньку начал я затариваться на постройку сарая. Значит, что я решил, будет он у меня, получается, с правой стороны. Типлицу мы уже разобрали. Он, где палка торчит. Оттуда. И сюда до меня, и туда почти до конца. Размер сарая, який я планирую строить, 16 на 8. 16 метров на 8 метров. Закупил уже пенопласт 100 миллиметров. Буду делать, типа, как сэндвич, панельтики, грубо говоря, самодельно. То есть профлист, профлист, посередине два утеплителя и сам пенопласт. Ну, пока начнем, а там уже будет видно, что именно будем использовать в самих перегородках, ну, то есть в клетках. То уже по ходу действия. А сейчас пока буду начинать бурение скважин, заливаю бетоном, вкидываю закладушку и до закладной приваривать металлическую колону. Короче, так что будем строиться. С понедельника уже начинаю бурить. Подивимся, за сколько я его сделаю. Ну, он будет такой широченький. 8 метров, то есть ширина 8 метров. Клетки по 3 метра, с одной стороны и с другой 3 метра. И посередине 2 метра. Ну, это вместе с лотками. Пока построю его там, на всю длину. А потом глянем там на следующий год, если надо будет, то подивимся. Сейчас вам покажу дюрки. Ну, что вы, джевжики, а? Это же джевжика. О, ты, зараза, так как ухать. Эй. И это же джевжика. А это джевжик. Кабанчик. В ящик в меня уже, наверное, не влезет. Надо его раскрепить, в котором я взвешивал. Забить хорошо, потому что они его доломают. Ну, все равно будем в ящику, потому что, чтобы все было понятно, так же попробую каким-то образом кинуть в ящик. И важно, сколько они набрали. Да, Бортья. Сколько они набрали, интересно. Да. По корму. Корм у них. Корм у них насыпанный. Ой, я уже забыл, давай я насыпал, бо я им насыпал почти полную. Поэтому надо подыхать и доедать. Корм постоянно у них есть. Кормушка, работа исключительно. Что-то все равно выкидывать. Но, чтобы такое что-то страшное и опасное не мать. А еще, тут дня на два, на три им. Едять вообще корма мало. А растут хорошо. А, и что я тут обнул-ка у нас? Воду им требовал. Обычный тазик. Ботовую миску начали тягать. Уже с гири 10 кг. На легкие тягали, переворачивали. Поэтому сделаем так. Вона регулируется в мене. Путем. Откручиваешь гайку. Ци две попускаются пластины. Вниз, вверх. И все. Сейчас будем убирать. А это убирать, не знаю, за неделю, наверное. Буду. То есть все стекает сюда. А густяк вон туда. Сейчас лопатой скидаю. В ведро. И вот так. Отличный сарайчик. Просто колоссальный. Сарайчик. Продолжение следует.